Ребятки, всем привет! Сегодня будет интересное видео. Будем ставить шаговый двигатель на малую продольную подачу моего любимого токарного станка. Особенно актуален этот вопрос, когда необходимо выточить конус и при этом приходится очень много крутить. При этом движение прерывается и чистота поверхность получается не очень чистая. Хочу сделать все таким образом, чтобы при необходимости шаговый двигатель легко снимался и можно было вручную выполнить точные работы. Для управления шаговым двигателем приобрел драйвер. Немного всадили мне конденсатор, но все работает. Я проверял. Также понадобится плата управления оборотами и тут возможен еще реверс. Это очень хорошо. Ссылки на все комплектующие, как всегда, ребята, ставлю в описании под видео специально для вас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А это прекрасная получается! Никаких чертежей я не делал. Форма будущего изделия импровизированная. Подгоняю под имеющиеся детали. Что-то на ходу доделываю. Теперь черед моего маленького помощника. Мне нужно профрезировать смотровое окно под лимб малой продольной подачи. Ребята, смотровое окно готово. Еще нужно сделать чистовой проход. Сегодня я еще раз убедился, что установить фрезер на токарный было очень хорошей идеей. Ну все, квадрактиш практиш гуд. А это для симметрии, так сказать. Это муфта временная, здесь в последующем будет стоять более длинная, более усиленная муфта. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас сниму крышку и покажу как я это все делаю. Делаю с помощью фрезера. Вот они две красные кнопки и сначала я пытаюсь визуально попасть фрезером в кнопку очень точно. Затем не меняя положение отвожу фрезер, ставлю крышку и делаю отверстие. Произвожу замену фрезы на больший диаметр. И фаска. И все. Теперь мне сюда нужно выточить две эбонитовые кнопки диаметром 8 миллиметров и можно окончательно будет собирать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приятный момент все готово Я все собрал и можно приступить к тестированию. Кстати, вчера для облегчения работы двигателя он не такой мощный 2,8 ампер я полностью разбирал и почистил от грязи и смазал малую продольную подачу. Теперь после ревизии все двигается довольно таки легко. Видите, кручу одним пальцем. Очень много грязи было. Все закисло и крутилось еле-еле. С таким бы, конечно, двигатель не справился. Подключаем питание. На генератор импульсов и на драйвер двигателя можно подавать напряжение от 12 до 36 вольт. В моем случае у меня самодельная батарейка 6С 22 вольта. Итак, исторический момент. Включаем. Работает! Что творит этот Гасконец? Встанется на дырявну. Проверим в работе. Поставлю 5 градусов. Кстати, обороты можно поднаболтать. Шаговый двигатель не может переварить больше определенной нагрузки. Я уже проверял. То есть он доходит до упора. И пытается вращаться. Но все время срываются обороты. Сейчас я вам покажу. Это в каком-то роде защита. Можно так сказать. Видите? То есть доходит до упора. Пытается провернуться. И все время идет срыв оборотов. И то же самое на малых оборотах. Для меня это даже хорошо. То есть это такая своеобразная защита. Если вовремя забудешь выключить подачу. Но вообще такого происходить не должно. Потому что любые работы на токарном станке требуют абсолютного внимания. На генераторе импульсов есть перемычка. Меняя положение которой можно регулировать обороты дополнительно. Три положения. Минимальные обороты, средние и высокие. И дополнительно регулировать еще крутилкой. Поставил перемычку в среднее положение. И смотрим на обороты. Все гораздо быстрее вы видите. Но мне такие обороты не нужны. Ставлю на минимум. И пробуем что-нибудь проточить. Итак, поехали. Точим конус 5 градусов. Работает. 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 Присоединzione. Рач entscheiden. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все работает и работает очень хорошо. Чистота поверхности говорит сама за себя. Чего не скажешь, когда это делаешь вручную. Потому что невозможно непрерывные движения воспроизвести. Доволен своей самоделкой. Думаю получилось достойно. Назову ее универсальный вращатель. Думаю применять ее не только здесь, а еще кое-где. Но это вы увидите в следующих видео. Ссылку на все комплектующие оставлю в описании под видео. Кто еще не знает, я открыл канал на альтернативной площадке на Яндекс.Зен. Так что заходите в гости по ссылке. Кто захочет подпишитесь. А у меня на сегодня все друзья. Всем пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok